Да, 1 Царств, 25 глава, 28 стих. Итак, 1 Царств, 25 глава, 28 стих. Это слова принадлежат Авигеи, но мы так верим, что это слова Божии, которые через нее прозвучали. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит Господину моему дом твердый!» Аминь! Аминь! Твердый дом! Наша тематика сегодня. Но перед тем, как мы начнем беседовать, я еще предложу два места, и мы их снова прочитаем, эти два места. Это будет 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. Я его озвучиваю. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Вот обратите внимание. «Я написал вам, отцы, потому что вы, познали безначального». Я написал вам, юноши, потому что вы сильные, и Слово Божие пребывает в вас. Почему они сильные, юноши? Потому что Слово Божие пребывает в них, и вы победили лукавого. И последнее место, евреям, 4, 12. Очень знакомое место для вас. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого, оно проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, и студит помышления и намерения сердечные». «Евреям 4, 12». Вот сегодня как бы в общей такой тематике все равно мы только касаемся, как правило, одного, другого, третьего. Всего невозможно охватить. У нас нет времени. Хотя вот сегодня четвертая беседа. Я обычно не рекомендую 4 в день. Почему? Потому что очень много пищи. К тому же я вижу, что некоторые из вас даже стоя спят. Удивительная способность. Не сестры, братья. Да, стоят, и глаза закрыты. Ну, я удивляюсь женам. Как вы любите мужей? Она так его поддерживает, дабы он не... И не осуждает его. Какие замечательные жены. Наша тема о мужчинах. Мужчины, мужчины, кто вы? Какие вы? Вы знаете, какие вы? Вот это наша тема. Мужчины, братья, отцы семейств. Мы с вами прочитали о том, что вот там, 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 о том, что твердый дом, хороший дом. Это зависит от отца, от мужа, хозяина дома. Вы знаете, самая первая глава книги «Исход», она меня всегда поражала тем, насколько серьезно война против мужчин идет. Эта война идет смертельная. Это не шуточная игра. В этой главе, если вы помните, описано, пришел новый царь, фараон. Он не знал Иосифа, но имея в окружении хороших мудрецов, он сразу обратил внимание на кого? На евреев. Но среди евреев, вот количество очень большое было, обратил внимание на мальчиков, не на девочек. А именно на мальчиков, потому что они представляют будущую опасность, поскольку во время военных каких-то изменений в государстве вся часть страны сразу это отойдет и не будет в числе противников. И он был стратег, он понимал, и даже не как человек. Это был инструмент в руках сатаны. Он был таким. Окружали его очень серьезные люди. И он в этом увидел опасность. И уже тогда была объявлена война против всех ребят и мужчин. И против нас с вас, с вами тоже. На сегодняшний день, как и тогда, представляет опасность мужчины, ребята, сыновья. И, видимо, нужно их поразить, дабы они не были в свое время опасностью или не причиняли бы в царстве ведьмы опустошение. Потому что такие мужчины? Для Бога это муж, глава. Мужчины это и пастора, и отцы, и миссионеры, и благовестники. Это большой контингент. И от состояния внутреннего духовного мужа, благополучия всей семьи. Как правило, это зависит. И вы знаете, вот эта война была так построена, что первыми, кому было поручено убивать ребят, кто были? Свои. Удивительно. Свои направлены были против своих. Бабушки настраивались против внуков. Ну, по Библии. Я помню, как мучили мою жену. Благочестивые сестры в церкви. У вас, может быть, такие тоже есть. И ходим в собрание. Она плачет, бедняжка. Говорит, опять замучили. Подходит. Говорит, ты что, опять в положении, что ли? Ужас какой. Ты ничего не знаешь, что ли? Что нужно делать? И она плачет. Я говорю, да, ну, отправляй ко мне. Они тебя боятся. Ко мне подходят и меня мучают. У вас такие есть? Отлучаете, нет? Вы понимаете, вот какая тактика, чтобы свои делали эту работу своими руками. Дедушки, бабушки, там, или еще благочестивые люди. Удивительно, удивительно. Я все более поражаюсь тому, насколько это влияет сегодня, почему много девочек и мало мальчиков. Кто мальчиков не родил, поднимите руку, не хватает мальчиков. Сестры, кто не родил мальчиков? Не родили. Второй вопрос, не вы, а просто, а почему вы не родили? Потому что у Бога математика очень проста. Каждой девочке есть муж, и каждому мужу есть девушка. Почему не хватает мальчиков? Это результат войны. Это война идет против мальчиков. Чтобы их мало рождалось, чтобы их было как можно меньше. А если родили, чтобы они были слабые, безвольные. Вот какая характеристика на сегодня мужчин в Америке? Эта характеристика неверующая, выкладка такая. Но я ее просто использовал, чтобы показать, что происходит в мире. Вот смотрите, да. Мужчины в Америке, это полтора года. Мужчины, они совершают более 90 избиений и драк. 90%. Не женщины, большая часть почему-то мужчин. 100% изнасилований, мужчины. 95% кражи со взломом, мужчины. Я не о нас с вами говорю, я говорю о природе мужской, о мужчинах, которые в мире. Мы с вами извинились только потому, что милость Божия над нами распространилась. 84% пьяных водителей на дорогах, 70% самоубийц, 91% преступников против семьи и детей. Изнасилование детей и все остальное. Да, и там небольшой перечень, я даже не стал его упоминать. Что удивительно, вот когда просматривается с позиции Библии мужчина сегодня, то он бунтарь. Вот по природе мужчины, они бунтари в душе своей. Если они не просвещены истиной, это беда и беда и беда. Это вот такие наши с вами братья, мужчины, такие же. Кто-то может быть такой же здесь. И главное, что этот бунт идет против Бога, против собственной ответственности за семью. Мужчины не хотят за семью отвечать, не хотят работать. Вот с удивлением, когда мы имеем встречи таких работников школ, там русская школа или христианская школа, я обратил внимание, даже записывал, сейчас я не взял с собой эту выкладку. Вот, допустим, церковь. Воскресная школа. Директор только брат, все остальные сестры работают. 14 сестер и один брат. У вас не такая картина. А где мужчины? Вот с головой качают тоже. Да, да, да. А где мужчины? На работе? Когда собрание идет? Ну, наверное, не все. А почему количество проповедников резко сократилось? А почему в церкви все меньше мужчин? А почему, когда они приходят, они сидят? Они отказываются? Они не хотят? На кем поедем? Сестры делают в большинстве. Братья только шашлык жарят, а там что-то еще. Плов кто-то варят и все. Понимаете, что вот когда смотришь, такая картина получается, что они такие инертные, вялые, не хотят ни работать, ни мыслить, ни делать, ни отвечать. И все на жену, на жену, на жену перекладывать. И даже записки на общение вот такого семейного порядка. Можно ли мне читать в доме Библию, потому что муж от всего отказался? Могу ли я читать с детьми и беседовать, потому что он ничего не делает? Еще одна записка. Скажите, а зачем мне мой муж, если я все делаю сама? Можно развестись? Это вот на общение приходят на песке. Это возмущение против мужей. Вот мужчины или мужья, или братья. Вот такая наша природа, если мы не покорны Богу. Правильная жизнь мужчин кажется им скучной, безвкусной, какая-то нужна, особенная. Поэтому покупают пистолеты, ружья и рыбачные эти, рыбацкие, как правильно сказать, снасти. Я не буду спрашивать, у кого сегодня оружие в доме, вы же не поднимите руку. И в то же самое время оправдание. Даже на больших общениях пишут вопросы, почему нам нельзя оружие в доме держать. Мужчины любят острые ощущения. Им малой семейной обстановки. Им нужны победы за двором, за дверью собственной квартиры. Вот такая мужская природа. И от нее зависит обстановка в семье. Вот если мы покоряемся Богу, мы становимся совсем другие. А если кто-то делает видимость, как сегодня брат говорил, то беда остается в семье. Мужчины. Мужчины обладают сильным половым влечением. Намного больше, чем женщины. Они загораются от одного взгляда. В большинстве своем есть и он неблагочестивый. И вы знаете, вот модельеры женского одеяния тоже мужчины. И они продумывают все, что нужно сделать, чтобы мужчина загорался от взгляда. И это работает. И женатые мужчины. Вот эти стрелы проникают в сердце. Есть такое выражение в христианской среде. Первый взгляд их второй. Вы знаете разницу в этом или нет? Расскажу. Мы на Филиппинских островах. И группа братьев начала от 10-12. И нас повезли на такой пассажирский автобус. Медленное движение по улицам. Там вообще скорости малая. Малая, потому что круглый год дождь идет. Одна одежда. Мужчины, женщины, шорты и маньки. Жара сплошная. И вот машина медленно идет. И по центральной улице нас ведет брат, наш переводчик. Там все остальное. И показывают вот это, вот это. И вдруг мы все, все мужчины были, все поразились. Длинная такая вереница. Девушек стоит в халатах. И мгновенно раз, открыли себя и закрыли. Обнажили свою наготу. Они продают себя, чтобы жить, зарабатывать на кого-то. Это легально разрешено. И вот когда этот случайный взгляд упал, мы так растерялись. Конечно, целомодульно отвели глаза. А когда в гостинице ночевали, так вечером чай пили. Один брат и говорит. Вы знаете, вот как сложно в жизни. Первый взгляд, он такой естественный, простой. И он не греховный, мимолетный. Но какое сильное искушение приходит снова голову повернуть. Мы все переглянулись и говорим, что и нас это задевает. Задевает. Сестры, вы знали о том, что это всех задевает? Мужа своего подрогаете, он рядом. И ваших мужей это тоже задевает, когда чужие женщины полураздеты или одеваются так, чтобы увлечь внимание мужчины. Срабатывает. И особенно дыры на одежде верхней части до пояса и особенно дыры, которые ниже пояса. И вот будучи иногда в лагерях разных, там в Пенсильвании, везде, я замечаю некоторых сестер. Да не, вот прям после нашей беседы там мужа, она и выходит, переодевается тут же. Дни, допустим, лет 35-39. И она надевает такие брюки, чтобы от пояса до 5, чтобы было там 5-8 дыр, которые показывают ее ноги. И я смотрю и думаю, а зачем она это делает? Она, может быть, голодна? Может быть, муж с ней не спит? Может быть, он не восхищается ей, что она одевается так, чтобы кто-то посмотрел жадно, продолжительно, и она это почувствовала? Я не знаю почему. Нас толкают и говорят, ну скажите им, почему они так себя ведут? Вот, братья, почему вы ничего не говорите своим женам? Ну, не все, конечно. Почему вы молчите? Вам нравится, когда ваша жена всем нравится? Вы подумайте о том, что когда мы идем на богослужение или на общение, где присутствует Божий Дух, и мы отвлекаем своей одеждой, и мужчины, на них это влияет, приходят мысли, искушения, и возбуждение приходит, мужское возбуждение. Не делайте этого, потому что вы будете иметь Божье наказание в себе. Ваша прекрасная ногота принадлежит вашему мужу. Пусть он этим восхищается, дарит ему это счастье, но не чужим мужчинам. За это будете отвечать. Пример есть. Пример есть. Римлянам первая, седьмая глава говорит о том, что у нас здесь, в мире, эта сильнейшая война идет с плотью своей. Мужчины в этом особенно страдают. Сестры говорят, помогайте. У нас, как и у вас, есть братья, которые работают на траках. Они длительное время отсутствуют в семье. Приходят на беседу, на исповедание. Брат, вот, я не знаю, почему он такой путь выбрал. И он говорит, я хочу рассказать, что я переживаю, какие мучения. Мы говорят, скандалим с женой. Ей не нравится моя работа, но нравятся мои деньги, которые зарабатывают. Деньги хорошие. Я много недель дома не бываю. Ну, имеется в виду, допустим, три. В поездке была неделя дома, и снова на три недели уезжаю. То есть я часто уезжаю. И я однажды попытался рассказать, как трудно, какие искушения. Она меня не поняла, потому что на тракстапах девушки стучат в окна машин ночью там. И красивые девушки. И она стучит и говорит, мне денег не надо. Открой дверь. Вот он сидит, у него аж слезы выступают и говорит, я сам не в себе. Ну, что делать? Ну, объясните нашим. Им этого мало, этого мало. И когда я уезжаю в поездку, она меня как отругает. Нет, чтобы всего расцеловать, чтобы я сыт уезжал в поездку. А я уезжаю домой, весь дом опустошенный, раздраженный. Я сам еду, вижу впереди, не вижу. Вы понимаете, сестры, что происходит рядом? Какие искушения мужчинам, вашим мужьям, которые подвержены этому? Почему? Потому что мужчины. И хотя мы рождены свыше, мы прощены, но плоть остается плотью. И война, как я говорил, она всегда остается войной. Поэтому то, что мы говорили в предыдущей беседе, об искушениях, которые приходят, о мысленном согрешении, они остаются в силе. Друзья, вы знаете о том, что каждый мужчина до 35-40 лет, его созревание происходит где-то в течение 72 часов. Ему нужно побыть потом с женой. Сестры, смотрите, вот помогите вашим мужьям. Это естественно для него, когда он желает побыть с вами в общении, в супружеском, интимном общении. Не пренебрегайте мужьями, поймите их и пойдите навстречу. Я помню, мы были как-то в Юребиджане, это давно было. Наша группа молодых братьев посещала эти города, церкви. Мы ночевали в одной семье многодетной. И вот хозяин перенес очень тяжелую болезнь, он был очень слаб. Ну, а мы были несколько человек, вот вечером чай пьем, уже все ушли спать. Один среди нас был немец такой прямой, прямой, как немец. Он говорит, брат дорогой, вот у вас такая семья, вот сколько у нас должно быть детей, сколько раз в неделю мы можем спать с нашими женами. То есть прямым текстом, как немец. Он так растерялся, улыбается, смотрит на нас. Я тоже был истеснительный, думаю, ужас какой, что он говорит, как ему не стыдно. Но он прямой. Брат улыбнулся, говорит, отвечу очень просто, отвечу откровенно. Братик говорит, вот вы такие молодые-молодые. Я вам просто скажу, живите сколько хотите. Два раза в неделю, слава Богу. Четыре, слава Богу. Семь дней в неделю, слава Богу. Вы думаете, это будет у вас всегда? Да не будет всегда. Мы так озадачились. Другой говорит, ну если мы с женой побудем раза в четыре в неделю, это нормально. Он говорит, ой, слава Богу, я так рад за вас, что у вас сила есть. Вы, говорит, думаете, мужская сила всегда у вас будет, как в юности? Нет, она уйдет. Вот, прочитайте Екклесиаста. Я сразу вспомнил. Помните, там написано? И придет время, когда рассыплется каперс. Что это такое каперс? Не знаете. Я тоже не знал. Смотрел, читал. В русском переводе сухая ветка. С еврейского перевода это бесплодие. Оказывается, не во всякое время могут рождать наши жены. И не во всякое время сохраняется мужская сила зачать. Не всегда. Это короткое время. Все. Потом уже и желаете, и не будет уже этого. Вы думаете, мало пар, которые мечтают о детях, чтобы приобрести. Они не могут родить. Они ищут, удочеряют, усыновляют. Но вот это даже малое, что мы имеем, нужно ценить. И если ваш муж любит раз, четыре раза в неделю сестра, ты счастливая сестра. Слава Богу, у тебя сильный муж. И никогда его не считай ненормальным. Хвали его. Потому что это время быстро пройдет. Первая рода, и вы сразу изменитесь. А если у вас будет трое еще, а потом пройдет время, все. И он вдруг говорит нам. Вот мы, говорит, супруга сейчас, если я с ней побуду один раз в два месяца, то это вся радость, которую я могу ей принести, и она мне. Уже, говорит, все. Болезни детей, проблемы, наши болезни, все. И оно уходит уже на далекий план. Мы уже этим не живем. Уже у нас скандалов в этом нет. То есть ему надо, а она не может или не хочет. У нас, говорит, этого нет. Вопрос, но решен. Вот если здесь сегодня молодые семьи, и у вас это есть, и мужская сила есть, и способность жены принести радость мужу, радуйтесь, и любите сколько можете. Оно всегда не будет. Все пройдет. Но правильное отношение, вот супружеские такие отношения, я вам расскажу, как я это пережил. Когда мы поженились в нашей церкви, брат был один пожилой, он подошел ко мне после брака, не помню, может, недели две подошло, и говорит, брат, дорогой, вы когда спать ложитесь, вы молитесь? Я говорю, ну, конечно, молимся, как всегда молимся. Он, а-а-а, понятно. И отошел. Я думаю, что он такие вопросы задает? Он же верующий, я верующий. Мы кушаем, молимся, спать ложимся, молимся. Проходит неделю, он опять подходит, говорит, брат, дорогой, а вот когда вы спать ложитесь с супругой, вы молитесь, я уже на нее так смотрю и думаю, а что ему надо? Он не улыбается. Я говорю, а что вы имели в виду? О, вы когда спать с женой ложитесь, у вас закрытая комната, вы молитесь о ваших супружеских интимных отношениях? А я, мысль, стыдно, ужас, какой любопытный. Ай, ужас. И вдруг он мне говорит так тихо и спокойно, говорит, понимаешь, брат, в этом очень много кроется, потому что, вот смотрите, вы когда, сам сказал ты, что когда вы кушаете, вы молитесь. На работу, когда идете, молитесь. На собрание едете, молитесь. А когда вы спите друг с другом, почему вы не молитесь? Ведь вас Бог сотворил, создал, чтобы это была часть вашей радости и наслаждения друг к другу. Почему вы не молитесь? И вдруг до меня дошло. Оказывается, вот эта область, это хорошая область. Ее сделали люди плохой. Но она хорошая. Она дана Богом, чтобы человеку было хорошо. И это не греховное наслаждение. Но правильное отношение в браке, вот это стало грехом, неправильное. И когда мы стали супругой об этом молиться, сначала было так стеснительно, потом я вдруг понял в жизни, что многие браки сохранились, потому что у них вот эта вот граница, которая в молитве, она сохранила их потом от грязи, от греха, которая сегодня в мире. Вот сегодня что творится-то? Уже некоторые страны утвердили законы, когда родные могут между собой спать, и все остальное. Даже неохота касаться этого. То есть там никаких границ не стало. Когда христиане настоящие, особенно это от мужа зависит, как правило, когда завершается вот любовь супружеская, кульминация наступает, как правило, кажется мужу мало этого. Это психологи говорят, это говорят те, кто работают с семьями. И они же говорят и пишут, остановитесь на этом, у вас все было хорошо, этого достаточно, вам нужно просто поблагодарить друг друга и отдыхать. А вот кому малого и мало этого, он хочет острое ощущение иметь, он доходит до греха. Я помню, закрытые суды в России, они не афишировались, когда судили живых за то, что они спали на кладбищах с мертвыми. Не пишите, никому не говорите, это было, но Россия всегда была хорошей, а суды эти были закрыты. Вот грех на этой почве, он не знает границ, он до ада ведет, особенно мужчин, до ада ведет, на почве наслаждений или острых наслаждений. Вот одна из проблем на сегодня стоит эта мастурбация, супружеская мастурбация, и начинается она в детстве. Почему некоторым родителям говорят, вы наблюдаете за детьми? Но оказывается, папы с ребятами об этом не говорят. Я о этом убедился. Когда мы спрашиваем братьев, и со мной папа тоже об этом не говорил. Это очень важно. Вовремя, чтобы мужчины, отцы сохранили своих детей от повреждения этого, от того, чтобы он не опустошил мешок богатства, которое Бог положил в него, чтобы он не опустошил. Этому же люди не верят, что опустошается. Оно опустошается. Заходим мы, у нас семья там какой-то спорт, у нас спортивный комплекс был, и там можно было в бассейне покупаться, и сауна была. Все аккуратно, чистенько, никого там, раздевалки отдельные, все, и мы иногда забегали туда. Хорошее место такое, поплаваешь, как освежишься. Заходим мы с братом с одним, и прямо перед нами трое ребят, семь, восемь, наверное, лет, прямо трое сидят на полу и тут же занимаются этим, глядя друг на друга. Они на кого внимания не обращают. Вот такой возраст. Мы с братом остановились, нам нужно их обойти. Сзади американец подходит, глянул, в газах мужчины говорят, что они делают. Да, вот и начало трагедии. Вы почему думаете, 43% в Америке разводятся ребят, потому что... Вернее, жены подают на развод, потому что ребята не могут жить. Они обессилены совершенно. Очень рано они себя обессилели, занимаясь мастурбацией. Еще в чем беда? Беда в том, что и пастора, и врачи разделились с этим мнением. Одни говорят, это безболезненно, без последствий, все это нормально, снятие вот этого стресса или напряжения, оно потом будет нормализуется, ничего подобного. Так не бывает. То, что вложено от Бога к нам, драгоценность, когда начинается человек, и со всего нашего организма самое лучшее выходит, чтобы было положено начало жизни, эта сила выходит мужская. Так Бог это сделал. Это нужно обязательно. И внимательный папа, зная себя и искушение, он обязательно наблюдает за своими ребятками. Он бережет, он беседует. Когда спрашиваем отцов, вы беседовали? Он говорит, да нет, это жена должна делать. Здравствуйте. Сложно. Звонок мне в квартиру. Братья, нечего, вы дома? Да, дома. Мне сказали, что вы иногда проводите в христианской лагере, там вас спросят, братья, беседую с ребятами. Я говорю, да бывает, придите к нам. Моего 11 лет отчислили из школы. Мальчика моего. Папа отказался беседовать, он на траке работает, говорит, сама займись там, найди братья, пусть побеседуют. Я не умею. Я не духовный, я не проповедник. И она там заплакала. Я так чувствую, что ей тяжело. Видимо, не знает куда, к кому. Хотя они из нашей церкви. Я говорю, ну ладно, я приеду тогда из Аллаты. Я говорю, приезжаю. Захожу, мы познакомились, все, и она говорит, Коля, иди сюда. Выходит Коля. Мальчик нормальный, мальчик 11 лет. Она говорит, это дядя Боря, вот я хочу, чтобы он с тобой поговорил немножко. Он так испуганный. Я говорю, Коля, ты не бойся. У меня тоже 7 ребят и 4 девочки. У нас полный дом ребят, так что ты... Он немножко спокойнее. Пошли в комнату, я так обнял его, помолился. Я говорю, что тебе, Коля, случилось? Он говорит, да со мной неправильно поступили в классе, он в американской школе. Говорит, я, ну, у нас мальчишки все в туалете этим занимаются. Я говорю, чем этим? Ну, вы же знаете, чем? Ух ты, смотри, какой опытный. А я, говорит, не удержался, что-то, и я прямо в классе во время занятий под крышкой стола вот этого, я там на себя принес удовольствие. Я на него так смотрю, мальчик 11 лет прямо в классе при всех школьниках, а ребята в туалете это делают, то есть они там как-то находят место. И меня за это отчислили из школы и записали это в рекорд. И вот теперь не знаю, где буду учиться. А, я на него смотрю, уже в рекорд он внесен в Америке. И он, оказывается, не один. Полтранедельный назад я был в Атланте, то же самое. Мальчики, да, то же самое в рекорд и внесли из наших семей. Я не знаю, почему так получается. Братья, сестры, отцы особенно, вот к вам говорю, ну, посмотрите, что происходит. Некоторые говорят, это посредствия отцов, потому что они занимались до брака этим, и он переходит на детей. Я этому не верю. Не хочу этому верить. Если мы покаялись истинно всем сердцем, Бог прощает все грехи. А вот искушение, которое приходит ко всем ребятам, это я знаю по жизни, потому что вся жизнь моя прошла в церкви, сотни-сотни людей, наверное, много. И сколько об этом я слышал, сколько мы беседовали, все ребятки это проходят. Вот созревание, когда приходит любопытство, потом одно, другое, третье. Как правило, многих школа учила это. И мы с женой тоже этот вопрос обсуждали, и мы опередили его. Со мной беседовали в церкви Алматинской, это мне было 12 лет, это была единственная беседа вот там, в Алма-Ате, это проводил Юрий Сергеевич Горачев, он врач по профессии, по образованию, очень умный такой. И он с нами беседовал. И так он нам просто рассказал, говорит, ребятки, вот когда вы созреваете, то у вас плавой орган возбуждается и встает, вы не бойтесь. Даже вот если он у вас не встает, то вы ненормальные. Мы на него смотрим. Как? А он говорит, потому что если вы здоровые и крепкие, происходит юношеское созревание, и оно время от времени проявляется вот в таком. Да вы не бойтесь этого. Только вы не делайте сами искусственно, потому что вы можете себя инвалидами сделать. И все мы, у нас было человек 12-15, мы на него с такими глазами как инвалидами. И он начинал рассказывать о том, что Бог милосердный вложил, как во все окружающее в нас, силу продолжения рода. Хотя вы сегодня такие, а завтра будете юноши, потом будете женихи, а потом отцы у вас дети будут. И может не быть их, если вы опустошите прежде времени закрома свои. И он напугал многих и привел правильное чувство. Не делайте этого. Мы приехали в Казахстан, в одной большой церкви на спастрапе попросили провести беседу с молодыми ребятами, с молодежью, не с подростками. Ну и один же из них говорит, у нас вообще нормально это все, у нас проблем нет. Ну просто ради так, профилактики, проведите беседу. И мы провели беседу, она была час 15. А потом он спросил один из братьев в пастору, братья, если у вас какие-то вопросы есть, напишите в записках. Ну и пока пели общим пением пришли записки, много записок пришло, даже не удивились. Две из них написано, откровенного характера было написано, двое ребят, один пишет, мне 28, я совершенно не способен. Я из мира пришел, недавно покаялся, я все опустошил. Что мне делать? Я вообще могу жениться или могу я быть нормальным человеком? Можно я это восстановить или нет? Вторая записка подобная, 30 лет из верующей семьи, он себя таким сделал. И он теперь жениться не может, потому что боится, что брак не состоится. И когда мы это посмотрели, а потом я озвучил, такая тишина. Оказывается, не все ребята знают, а это нужно было в семье объяснить, папам объяснить, ребятам, у вас все самое лучшее вложено, берегите, будьте аккуратны, Бога бойтесь, потому что это грех, и он закроет от вас вечность и сделает вас на земле несчастными. В нашей церкви был молодой человек, 41 год. Он не был женат, и вот одна еврейка пожилая такая, очень добродетельная, она решила помочь ему, и была старая дева, которую замуж не брали, и она решила их соединить, чтобы они были счастливы. Ну и никому ничего не говоря, познакомилась, вела их и подтолкнула к браку. Они взяли заявление нам, я был помогающим пастором, не основным, о том, что вот они хотят, счастливыми такие вот, возраст уходит, все остальное, и был брак. Через несколько недель ее первый раз увезли в госпиталь. Что оказалось потом? Я этого еще не понимал, молод был, дети только начинались. старший пастор наш говорит мне, вот так вот, беда пришла. Я, говорит, догадывался, что нормальный мужчина до 41 года, редко кто может быть, спокойно жить может, потому что мужчина есть мужчина. Если он здоров физически, естественно, у него проходят все процессы, значит, он просто приносил, ну, так сказать, самоудовлетворял себя. Так оно и оказалось. Он жил один, он это делал, не нуждался в семье, был спокойным. А когда свели, он прикоснется к своей жене, и все, сразу мгновенное излияние семени, и больше ничего. Он даже не может ей ничего больше сделать. И когда они несколько недель прожили, она не выдержала. У него срыв, ее везли в психбольницу. Потом второй раз, потом третий, потом она умерла. Три года они вместе побыли. Это не значит, что такая у всех последователей, у нас нет. Это бывает редко. Но то, что мы увидели, я как был начинающий, я смотрел, я поражался. Оказывается, вот оно, вот результат. Вот от юности, как это развивается событие, чем они чреваты. И что это будет в семье, если юноша от юности портит себя. Так оказывается, что некоторые мужчины, мужья, они недостаточная им жена. Она спит, а он себя еще удовлетворяет. Да. Это беда. В одном христианском лагере в одном из штатов семейное было общение. Подошел пастор и попросил, говорит, побеседуйте с парой. Они приехали. Она у нас одержимая. Молодая мама. И на руках у нее ребеночек. Не знаю, сколько месяцев, но небольшая она на руках. Он еще не ходил. Я говорю, а в чем дело? Почему я? Вы же здесь. Она говорит, я ничего не могу помочь. Вот он, говорит, он виновник всего. Ну ладно, пусть сам расскажет. Он приходит и говорит, мы не можем ее притащить. Она не идет никак. Как притащить? Да потом ее привели, ее заводят. И вот прям только дверь открыли, небольшая такая кабин у меня был. Я там был один. Да я отдыхал. И вот она ее затаскивает. И вдруг я как глянул в глаза. Ой, какая ужасная ненависть. Это ужасные глаза. Как будто я ее первый раз видел в жизни. Такими глазами смотрела на меня. И ребенка прижимает в себе, не отпускает. И вот наконец ее завели, посадили на стул. Ну, я помолился. Она вроде как-то обмякла немножко опять. Я тогда ему говорю, скажи, что случилось у вас? Пастор местный, мы вместе сидим. Он ей говорит, это моя вина. Я до брака занимался, сам себя удовлетворял. А потом женился и оставил на время. Но прошло время. Эта привычка греховная, она меня не оставила. Я приучил себя к этим ощущениям. И жена это чувствовала, но я не говорил. А потом этого умала, я стал уходить в подвал, в бейсмент и там смотреть сайты. То, о чем брат говорил. Она меня раз поймала, у нас скандал был. Второй раз поймала, был скандал. Потом, когда я понял, что это все это тем, что семья развалится и дети, я покаялся пред Богом. И пастору пришел, рассказал, чтобы он мне помогал в борьбе и мне стало легко. Но к моему страшному ужасу я увидел, что она этим увлеклась. Она стала уходить в бейсмент и смотреть эти фильмы. И я ее стал на этом ловить. Через некоторое время в нее вошел злой дух. Она стала одержимой. Она страшная стала. И теперь я не знаю, что делать. И заплакал такой молодой крепкий парень, брат наш. И заплакал, говорит, я виновник. Что я сделал? Мужчины, братья, беды приходят в семью через нас с вами. Но если вы этого даже не делали, то нас Господь поставил, чтобы мы воспитывали семью и были внимательны, имели открытые глаза. И я им ничего не мог помочь. И пастор это понимал. Я говорю, вы в церкви молились? Нет. Ну что можно сделать? Она даже спать там не стала. Эта атмосфера для нее тяжела. И поздно вечером он ее увез домой. Мужчины, братья, просто повторяю, посмотрите, вторая сторона нашей жизни. Искушения, которые приходят, они разрушают вот то служение, естество, которое мы имеем, чтобы мы не были отцами, чтобы мы не имели мудрости, не имели твердости, не были образцом для детей. Что это такое? Это развал всей семьи. И это начинается с нас. И благословение. Да и беда начинается тоже с нас. Еще немножечко. Один брат сказал так. Он сейчас живой, еще живет в другом городе. Братья, да что вы говорите? Мужчины все самцы. Я как услышал, так мне нехорошо стало. Братья, вы согласны со мной, что мы не самцы? А? Спасибо. Вы понимаете, мы живые души. Мы отцы, мы мужья. И Бог освободил, очистил нас и садил нас ответственными. И радость в семье. Он такую фразу бросил. Я когда пришел домой, и жене говорю, ты знаешь, вот такую фразу сегодня услышал. Она так удивленно посмотрела, говорит, это только не духовный человек может сказать так. Я и не знал, кто это сказал. Просто как фраза такая. Но она как-то на меня вот так повлияла. И думаю, неужели можно мужчинам упуститься на этот уровень, только вот это наслаждение испытывать, больше ничего. Все ужасно, если это только так. Это ужасно. Вот интересно, здесь мы читаем с вами. Некоторые отцы, может быть, или такие серьезные, благочестивые мужья говорят, будь мужчиной и плыви против течения. Но это не в Библии, это в мире говорят. То есть, если люди так все думают, ты так не думай. Если люди так все делают, ты так не делай, потому что у нас есть знания свыше от Бога. Или еще, прямо в Евангелии написано, чтобы мы были совершенны, как совершенный Отец наш небесный. Вот Бог нас просто побуждает к этому. Будьте выше этого, имейте крепость от меня, мудрость и силу быть выше, настоящими мужами. И вот для себя я пометил здесь. Быть выше чего? Склонности похотливых глаз. Мужчины. Кто из вас страдает похотливым взглядом? Одна американская церковь в Нью-Йорке, большая церковь, а парковка через дорогу. И пастор пишет. Я читал это. Может быть, вы вот это уже прочитали. Молодой человек, семейный, он запроковал машину, Библию под руку взял и подходит к светофору. Нужно перейти дорогу, на той стороне церковь. Оттуда идет девушка мирская. И вся из себя. А он идет с Библией навстречу. Этот пастор, где-то он находился рядом, это видел, он написал это. И он пишет. Я вижу нашего брата. Он с Библией идет. И в нее взглядом, как впился. И он ни свет впереди не видел. Ни окружающих, ни машины слева, ни справа. А ее взглядом провожает. Из Библии идет дальше. Уже не видит, куда. Она прошла мимо. И он вслед смотрит. Он потом пишет, что происходит с человеком. Я не думаю, что кто-то так вот смотрит откровенно. Но эти взгляды есть. Мы едем с молодежью для посещения соседнего города. Один из наших регентов и других братьев. И вот я жду в машине, когда очередь будет. Не спешу заправлять. А потом пошел домой что-нибудь куплю попить там. И когда я купил попить и стою, я вижу, один из наших братьев встал вот в коридорчике в фойе, за дверью. И всех шестер рассматривает. Вот так. Прямо вот он меня не видит. Я со стороны. Кругом стекло. Все это открыто. А он просто за дверью. Так, что входящий его не видит. А он рассматривает. Я тогда подхожу ближе, ближе. И так прямо ему лицом в лицо. Раз. Как он побледнел. Как он испугался. Потому что я прочитал его взгляд. Он рассматривал каждую сестру входящую. Каждую женщину входящую. Свободен от похотливого взгляда. Бог может дать такую свободу. Иначе это приведет к беде. Похотливый ум. И последнее блуждающее сердце. Вот вы знаете, нужна обязательная работа над собой. Все время мы об этом говорим. И нужно особенно мужьям. Потому что начало закладывается. Через вас или через нас Бог говорит к нам. Вот те места, которые я читал, смотрите. Иоанна 2, 15. Там и написано. Отцы, вы познали безначального. Поэтому вы сегодня сильны. А вы познали безначального? А вы верны? А вы чисты? Понимаете, какой вопрос? Второе. Иисус Анавин 1, 8. Помните? Да не отходит себе книга закона. От уст твоих, но получать книги. Сколько? И не начать. Знаете это место. Вот где сила. Тогда ты будешь иметь успех во всем. Муж. Первый псалом. Прочитайте дом мыслей. И Евреям 4, 12. Слово Божие, оно живое. Оно действенное. Оно меняет нас. И из греховных нас это делало и чистыми, и освященными, и мыслящими. Чисто. Для чистых все чисто. И тогда, когда мы соприкасаемся и работаем с братьями, сестрами, мыслей не возникает, потому что внутри защита, крепость от Бога, и мыслей эти не приходят. Хотя бы сестры себя иначе не вели. Итак, выводы. Преждевременное ослабление мужской силы – это вина самого мужчины, самого мужа и отца. В соседней церкви у нас была беседа. Подошел молодой человек, 26 лет, он и говорит, а что мне делать, если папа меня толкнул в грех? Несколько лет назад. Я кому не говорю, никто мне может помочь. А я знаю папу его. Я на него так смотрю, растерянных, что можно. Он говорит, просто папа наш выносил журналы взрослые, когда мы приехали в Америку, и под матрас вложил. А мы же любопытные все. Я достал и смотрел. С этого начала моей беды. Я не могу ничего сделать. Вот, пожалуйста, папа. Итак, вывод нужно правильно делать. И в том, что и самим, и детей воспитывать о том, что Божьи дары, которые Он дает нам, чтобы нам быть счастливыми, и имели семьи, и деток, это нужно беречь особенное. Второе. Самоудовлетворение. Это проблема будущая. И тут 57% пасторов в Америке считают, что это грех. Остальной процент считает, что это ничего страшного. Пасторов. Ну, а врачи тем более разделились между собой. Папы, мужья, братья, сделайте вывод. Работайте, чтобы этого не было, потому что, ну, давайте так рассказывать, толкнуться от того, что, да, ничего особенного. Но когда пройдет время, и ваш сын встанет на ноги, и вдруг обнаружит, что он инвалид, он скажет, папа, а почему ты мне этого не сказал прежде? Я теперь семью же не могу иметь. Я даже детей не могу иметь. Папа, что вы скажете тогда? Вот поэтому нужно уже сегодня выяснить о том, как сохранить то, что Бог дал на время в наши дома или в наши руки. Зависимость, которая рождается у пап и переходит на детей. Проходим, проводим мы кемп, она ко мне, помощник моего, который из этой церкви говорит, вот сейчас увидите, вот сейчас там матч идет где-то в какой-то стороне, вот сейчас мой подойдет, будет у вас отпрашиваться на минут на 30. Я говорю, как? У нас занятие идет, вот здесь молодежь, все семейный лагерь, по-моему, или молодежный лагерь, не помню. Она говорит, я ему говорю без конца, ты зависимый, ты зависимый, зависимую руку поднимите. Нету. Что, в самом деле? Вы понимаете? И точно проходит время, можно мне на некоторое время отлучиться? И что такое? Он так отглянулся, никого нет, и говорит, у меня слабость одна есть, там сейчас будет матч такой, ответственный, я просто не могу, я не могу даже, вот мне нужно обязательно. И подходит жена, говорит, я вам говорил, и он убежал. Но это в малом, скажем так, в шкале той. А какая еще зависимость есть у мужчин? Во Флориде во время кемпа встал пресвитер церкви и говорит, у нас была тема храни себя чистым. Он говорит, братья и сестры, я должен исповедаться, и жена рядом сидит. Она такая неуспуганно глаза подняла, что он скажет, он же пастор церкви. Он говорит, вы понимаете, у меня вот такая болезнь есть уже несколько лет, года три, наверное. Я очень люблю военные фильмы. Ну, вообще вот связанные со страной, изменения такие. И я вижу, что я так затягиваю, что когда я прихожу домой после работы, мне взять на ход и поставить рядом компьютер и кушать. А жена раздражается. Я сегодня каюсь перед всеми вами. Я сегодня понял о том, что этого нельзя делать. Я помолюсь. И поворачиватель говорит, дорогая, помогай мне. Ты меня ругала, правильно делала? Но мало ругала. И он исповедал это. Я так ему понравился, прям по душе. В нашей церкви дьякон выходит на кафедру. И говорит, просто в воскресенье у нас был гость проповедник. И говорил о телевидении. Ну, это сейчас уже не модно, потому что сейчас уже телевидение куда-то ушло. Там и телевизор тоже. Почти никто не смотрит сейчас. Компьютера и все остальное. И он говорит, этот брат сказал о том, что ведь смотрите, как мы попадаем в сети, сериалы, сериалы. И он говорит, братья и сестры, я попал. Я очень страшно люблю сериалы. На кафедре стоит вся церковь. Здесь у нас покинет. На него смотрит. Он говорит, дайте мне помолиться. Я покаюсь и хочу быть свободным. Видит, в зал так дружно встал. Он помолился. Все дружно. Аминь. Заканчивается собрание. Я смотрю, к нему подходит. Одно, другое, третье. Окружили его, говорят. Какой ты молодец. Ты так прямо сказал. А тебе не стыдно было? Он говорит, я свободным хочу быть. А, так оказывается, он не один, а зависимый. А кто на чем сегодня сидит? Вот если папа на чем-то сидит, это плохо. Потому что этим заражается вся семья. От папы начинается, от головы начинается. Зависимость. Вот основную часть нашего беспокойства я рассказал. Но самое страшное, что ожидают эти семьи, это последствия духовные. Когда папа ведет двойную жизнь, дети становятся неверующими. Потому что они хорошие психологи, они просто все видят. И когда папа, даже проповедник или еще что-нибудь, если он живет дома одной жизнью, а в церкви другой, вот и успех он и становится. Почему дети уходят рано из дома? Почему дети не верят нашим словам? Почему дети не хотят идти в церковь, называют лицемерами? А потому что было время, когда мы с вами могли заложить самое-самое лучшее. Вот я сказал вам эту тематику, еще раз прочитаю это место. «Я написал вам, отцы, 14 стих 2 главы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Если у вас есть желание к изменениям, сделайте это. И последняя страничка, которую я вам просто напомню, чего ожидают от вас ваши половиночки, ваши жены. Посмотрите, не осуждайте меня, потому что это естественно для половиночки. Она хочет от мужа своего, настоящего христина, хочет видеть и слышать, или замечать. Помогаешь ли ты снимать или одевать пальто с твоей половиночки? Это не смешно, это обычное явление в нормальной семье. Это знак уважения. Так оно должно быть. Она к тебе, а ты к ней. Усаживаешь ли ты ее за столом, когда вы в гостях? Открываешь ли перед ней двери машины или дома? Или уже забыл, когда последний раз это делал? Если не делаешь, почему? Поднимаешь ли для нее тяжелые вещи, дабы она не надорвалась? Бережешь ли ты ее? Я все время свою супругу укоряю. Она при этом купит много вещей. Был завтрак братский в соседней церкви. Они попросили ее на 50 человек приготовить. Она вон такие вот, знаете, мясо в упаковке, все остальное. Говорят, да как же? Ну попроси, там же есть мужчина. Мне это стыдно. Ну куда ж ты? Я жену потеряю ради братьев, которых ты корнишь. Не поднимай этого. Беречь надо, потому что, ну, одна жена. Знаешь ли, и пользуешься ли ты правилами поведения за столом, чтобы ей помочь, послужить как-то, окружить заботой? Пользуешься ли ты гигиеной, чистотой и опрятностью во всякое время с женой, даже когда идешь в спальню? Не секрет, что некоторые жены болеют, потому что мужья не знают гигиены и не принимают душ. На этом остановлюсь, потому что отдельная беседа должна быть с братьями, без сестер. За собой дома убираешь? Или, может быть, даже стул не уберешь? Не говоря о посуде. Как ел, так и все бросил. Встал и пошел. Спасибо говоришь мне или нет? Почему обижаются жены на мужей? Потому что они черствые, слепые. Не замечают, не оценивают, считают это естественным. Я же женился, а кто будет это еще делать? Ты же ты. Ну и делай. Представляешь ли ее другим уважительно? Это моя супруга, это моя ласточка, моя половиночка. Но не зайка. Зайка – это слишком интимно. Не говорите так. Бдительный ли ты и отзывчив к жене? Помнишь ли ты, что она читает тебя с листа и сразу? Если задерживаешься где-либо домой, звонишь? А, нет. А почему нет? Она же тебе приготовила все горяченькое. Ну скажи, потому что все остынет. Ты приходишь, что холодная. Ты недоволен, она в слезы. Сообщать надо. Если жив, сообщи. И не забудь там сказать. Еще телефоны. Не смешите людей, когда вы звоните своей жене. Я в гостях. И вдруг лай овчарки. Вау-вау-вау-вау. Она говорит, мой звонит. Ужас. У кого собака? Ну-ка поднимите руку. Что вы делаете? Ну вы смеетесь. Ну нельзя так. Потому что если жена на работу, звонит мужу, допустим, он там работает, и этот лай, все заулыбались, твоя звонит, да, отлает она тебя сегодня. Ну нельзя же так, верующие же люди мы. Когда вы беседуете, и она о чем-то спрашивает тебя, ты смотришь ей в глаза или нет? Оказывается, вот эта зрительная связь, она должна быть, потому что она утверждает, что ты ее слушаешь, ты понимаешь, и ты абсолютно во внимании. Ты оставляешь свое занятие, когда она беседует с тобой, или что-то спрашивает у тебя? Я был в семье, где жена пожаловалась. Он сейчас умер. Он механик, на машине работал, еще заводил. Вот машина, знаете, как это называется, братья-ка, там двигатель не заводится? ЗИС-5. Как? Ручка эта железная. Ну не знаю, как называется. В общем, она плачет и говорит нам, он там в дворе пока. Он говорит, пока он не зашел. Я, говорит, так переживала, прям аж руки у меня трес есть. Значит, двигатель не заводится. Я вышла, ему и говорю, ну допустим, Яшенька, что там у тебя с двигателем? И вдруг он как схватил вот эту железку на меня. Иди отсюда. Я, говорит, не удивляйся, он меня чуть не убил. А потом домой забежал и говорит, ну ты же знаешь к меня, что я взрывной? Не подходи в такие моменты. Вот сейчас и я неспокоен, и ты вся вот трясет тебя. Вот братья придут и скажут, что у вас тут? А у нас все нормально же. Вы понимаете? Отвечаешь ли ты на ее маленькие вопросы? Они бывают очень серьезные. Опять не могу, потому что вместе. Говоришь ли глазами, когда смотришь на нее? Глазами говоришь ли, что ты восхищаешься, любишь, и она радует тебя? Братья, у вас это есть? А, вы не умеете. Подойдите к зеркалу. Учитесь. А самое лучшее, просто помолитесь Богу, чтобы вам быть такими, чтобы вы радовали жену, и она радовала вас. Ведь жизнь-то очень быстро побегает. Ну и последнее. Благодарен ли ты Богу за то, что она у тебя есть, и что она вот такая? Этому надо радоваться. Ну и последний просто вывод. Сестры и братья. Братья, сделайте счастливыми ваши половиночки. Не портите себя. Не портите семью. И детей не портите. Если кто-то из вас в зависимости, попросите прощения у Бога. Я был в Сакраменто после съезда Большого, и на понедельник назначена была встреча только служителей. Их пришло больше 200 человек. Беседу проводил Тиссин. Он меня позвал, рядом посадил, не знаю почему. Ну, я у него сейчас как раз там был, он пригласил. И вот когда мы сидели вместе, вдруг в зале вопрос появился. Что делать, если у служителей есть какое-то несоответствие? Грех какой-то. И он встал и при всех сказал. Поэтому я говорю, он смело при всех. Он говорит, у нас была такая конференция там в Казахстане. И мне стало слышно о том, что некоторые братья попали в сети. На сайт не туда зашли, или случайно, или осознанно. Я, говорит, побеседовал с тремя помощниками. Что делать? Потому что мы же разъедемся потом. И я, говорит, тогда объявил на свой страх и риск. Помолился и сказал, братья, служители, я слышу, что некоторые из вас попали в сети. Порно. Фильмы там, информация какая-то. Давайте с вами договоримся. У нас всего два дня еще. Если вы попали случайно, или потом вызван был какой-то интерес, и вы замарались, давайте сегодня вот и завтра подходите, и мы будем молиться о вас, вместе бороться. Наказания никакого не будет. Два дня. Чтобы поддержать вас. А потом, когда вы уедете там, если кто-то не подходил, и потом это открылось, мне вас жалко, но будет применено дисциплинарное наказание в церкви, вы понимаете, чем это чревато, что это будет. Вы же служители. И весь зал, вот этот братья, там были одни мужчины, больше двухсот, все замерли. И один голос говорит, и что было? И он говорит, и братья пошли. Немного, но было. Я говорю, даже не подумал бы никогда. И они в таком, ну, смущении, говорят, брат дорогой, мы верим вашим словам, мы просто замучились, потому что как подходит вечер, руки трясутся, неспокойно, мучение, ты же в этом попал, и ты же сам преподаешь. Что же это так? Ой, ведь не могу. И наша, говорит, эта конференция так хорошо закончилась, как никогда откровенность была. Я приобрел братьев. Единство Духа ощущалось. Ну, вот так нас окружает это и искушение, и испытание, согрешение одних и свобода других, кто получил ее. Слава Богу, когда это есть и все в свое время. Сейчас у вас будет молитва. Помолимся. А вы побеседуйте между собой. И, сестры, доверяйте мужьям, мужья, доверяйте вашим женам, потому что вы же одно. И молитесь, чтобы вам в семье быть чистенькими, свободными, настоящим благословением для деток и друг для друга. Аминь. Продолжение следует...